У нас никаких даже не было прений, и было только такое, будем говорить, единое, уважительное отношение к этим комитетуру. Я хочу представить сегодня, у нас присутствует сегодня в зале Галина Львовна Дай. Галина Львовна Дай – это человек, будем говорить, уже легенда. Галина Львовна, представьтесь, пожалуйста. Это человек, который внес личный, очень большой вклад в развитие игрушки на территории России. Она стояла, Галина Львовна, в истоках вообще формирования всего и музея игрушки. Она была многие годы, порядка более 20 лет, была главным хранителем музея игрушки. В те времена, когда приняты такие вот хорошие времена, когда был еще Советский Союз, когда это было, в общем-то, так сказать, такая государственная, мощная была структура. Дальше Галина Львовна прошла большой творческий путь. Она кандидат наук, искусствоведения. Она написала очень много книг, очень много трудов, очень много статей, очень много научных публикаций. Очень много тому она была в председательном жизни, очень много тому она была научным руководителем. Она поддерживает сегодня студентов всех учебных заведений, связанных с этим профилем, и академии, и всевозможные вообще учебные заведения, каким-то образом связанные на искусствоведение, на культуру. Она, значит, очень давно пишет труды свои, и в последние годы она издала только 7 книг, уже вышла в новой серии, которые вообще предполагаются 10 книг. Это касается нашего края, не только, будем говорить, и всех широк нашей страны великой. Поэтому Галина Львовна человек очень авторитетна, она составит в общественном совете города Хацкого, и очень большой факт нам несла вообще в развитие нашего города и нашего района Сергея Посадского большой. Поэтому мне кажется, что этот человек, мы, поэтому мы так, как бы сказать, были с радостью, принимали эту кандидатуру. У нас сегодня в зале присутствует Симонов Александр Васильевич. Вы знаете, этот человек тоже легенда. Это человек, который свои души, свое сердце вложил в развитие спорта, вложил в людей. Его авторитет сегодня, будем говорить, бесспорный. Он, ну, очень большое дело делает, потому что, мне кажется, что воспитывая своих воспитанников, воспитывая вот эту силу духа, эту музыку, это, наверное, очень, наверное, это, наверное, сегодня самое важное для нашего времени, для нашей страны. Я знаю, что человек очень много сделал вообще личный большой вклад, он для развития материально-технической базы. Человек рисковал, отдавал свое, последнее, не только душу, а вообще все, что у него было в этой жизни, то, чего не было. Поэтому, мне кажется, что это тоже очень, не знаю, это, наверное, большое счастье, что мы сегодня участвуем в этом мероприятии. Это, наверное, для нас большой, 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 почетный, такая большая почетная миссия. Галина Дайн и Александр Семенов – люди в нашем районе достаточно известные, так что никаких дополнительных вопросов не возникло и перешли к голосованию. Кто за то, чтобы присвоить звание почетный гражданин Сергея Посадского муниципального района Дайн Галине Львовне и Семену Александру Васильевичу прошло голосовать? Кто за? Кто просил, кто воздержался единогласно? Огромное спасибо всем присутствующим в зале и депутатам, которые сейчас единодушно проголосовали в адрес моей кандидатуры и также Галины Львовне. За доверие, за констатацию той моей работы, которой я занимался всю жизнь, отдавал все свои силы, по мере возможности, что мог, то и делал в своей работе. Я могу прямо держать свою голову и смело смотреть всем в глаза, что я в своей деятельности не кривил душой и делал все от чистого сердца. И, конечно же, обещаю то, что я не остановлюсь на том, что стал вдруг почетным гражданином и опустил руки и перестал что-то делать в этой жизни. То есть надо жить и работать, пока есть силы на благо нашего района и не только района, но и всей Московской области и России в целом. Я благодарна уважаемому собранию за возможность включить меня в список почетных граждан нашего района. Еще ни одного там не было искусствоведа, были художники, поэты. И я рада, что эта профессия оказывается тоже может быть деятельной, креативной. И больше всего я рада за игрушку. Я сражаюсь на этом фронте больше 50 лет. Еще несколько книг я должна обязательно сделать. Я счастлива, что, наконец, игрушка становится брендом Сергиево-Посадского района. Стоит отметить, что Галина Дайн стала первой женщиной, ставшей почетным гражданином Сергиево-Посадского района. Всем большое спасибо. Вы продолжаете Институт почетного гражданства, созданный еще Екатериной Второй. Всех благ всем. Спасибо. Официальное чествование новых почетных граждан Сергиево-Посадского района с вручением удостоверения и знака традиционно состоится на день района 9 сентября. И уже после перешли к менее интересным, но важным вопросам. В частности, к обсуждению проекта решения Совета депутатов об изменениях в бюджет Сергиево-Посадского района на 2017-2019 годы. Доходная и расходная части уменьшатся. В частности, из-за уменьшения субсидий району на строительство школы. Средство не отменяется, строительство просто переносится на 2018 год. Также в субсидиях у нас добавляются средства по субсидии. Это на обеспечение современными программно-аппаратными комплексами образовательных учреждений в размере 14,9 миллиона рублей. Не сказалось, что строительство школы уменьшилось субсидией 18,5, чтобы понять, почему минус 8 миллион 600 получился у нас. Также у нас добавляются субсидии на внедрение современных образовательных технологий почти 2 миллиона рублей. Остальные изменения... А, и еще иной межбюджетный трансфер добавляется. Это по наказам избирателей 300 тысяч рублей на ремонтные работы в детском саде номер 12. Остальные изменения по расходам связаны с перераспределением средств. То есть администрация района оценила исполнение бюджета на сегодняшний день и с учетом потребностей, возникших в течение определенного периода текущего года, нашла возможность перераспределить их. На приобретение видеопотока с 39 видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион», выделяется 1,4 миллиона рублей. На расходы по содержанию администрации выделяется 1,6 миллиона рублей. На учреждения муниципальные центры поддержки малого и среднего предпринимательства выделяется 1,7 миллиона рублей на содержание штатной численности, которая была увеличена на 3 единицы в связи с созданием кавортинг-центра. Также выделяется 3,6 миллиона рублей на проведение дня района. На важное мероприятие по борьбе с борщевиком, это приобретение трактора, косилок и ковша, выделяется 2,2 миллиона рублей. По образованию выделяется дополнительное средство более 5 миллионов рублей, это и на подвоз учащихся на соревнования, различные конкурсы и олимпиады, на приобретение мебели во вновь открывающиеся классы, на приобретение робототехники, закупку оборудования, ремонт образовательных учреждений, ну и другие расходы. Также выделяются средства на ремонт помещения межпоселенческой библиотеки имени Розенова, которая находится на Кременевском поселке, 19,5 миллионов рублей. Контрольная счетная комиссия в соответствии с статьями 157-265 бюджетного кодекса Российской Федерации провела проверку законности изменений вносимых администрации сельско-посадского муниципального района в бюджет 2017 года в ходе его исполнения. Основание для вносимых изменений представленного заключения. Доходная часть бюджета уменьшается на сумму 1,316,8 тысяч рублей в основном за счет средств, получаемых из областного бюджета в виде субсидий и иных межбюджетных транспортов. Доходная часть бюджета утверждается в сумме 6,349,497,4 тысячи рублей. Приложение номер один излагается в новой редакции. Депутаты изменения одобрили и поддержали. Очень приятно, что в этих изменениях мы видим серьезные вопросы, которые необходимо поддерживать. Это и программа безопасный регион, доступная среда и поддержка образования, спорта, сельского хозяйства. Действительно важные вопросы. Но в то же время коллеги депутаты обратили внимание коллекции администрации на некоторую слабую подготовку и поддержку своих предлагаемых изменений, которые касались, допустим, центра по поддержке малого предпринимательства. Да, там серьезные есть вопросы, которые коллеги депутаты высказали сотрудникам администрации. Но все-таки, учитывая важность тех предлагаемых изменений, комиссия пошла навстречу администрации по всем предлагаемым вопросам изменения в наш бюджет Сергеопосадского муниципального района и приеденогласно приняла решение рекомендовать Совету принять данные изменения в бюджет. Депутаты одобрили изменения в бюджет и перешли к согласованию перечня имущества, передающегося в собственность района от Лазовского и Шеметовского поселений.